Они все же договорились. В Канаде завершился саммит Большой Семерки, и его участникам, всем за исключением Трампа, удалось прийти к общему решению. Каковы результаты встречи и в каком контексте политики упоминали Украину? Мой коллега Дмитрий Анопченко в Канаде следит за всеми событиями. Они разлетаются из Квебека в далеко не лучшем настроении. Хотя бы потому, что больше всего тут ценят единство, а в этот раз даже видимость создать не удалось. Дональд Трамп итоговый документ встречи принимать отказался. Написал об этом, как обычно, в Твиттере, уже из самолета, покинув саммит раньше всех. Я поручил нашим американским представителям не одобрять коммунике, поскольку мы рассматриваем возможности ввести тарифы на автомобили, заполонившие американский рынок. Сообщив миру, а заодно и коллегам по Большой Семерке, подписи Америки под коммунике не будет, а значит и общие договоренности Вашингтон выполнять не собирается. Хотя до этого Джастин Трюдо успел заявить, документ согласован всеми странами. Чуть раньше, на прощание выйдя к прессе, Трамп тоже не скрывал раздражения. Люди, мы не можем продолжать все это. США как свинья-копилка, из которой все вытряхивают деньги. И с этим пора заканчивать. Фотографии говорят больше, чем тысячи слов. Во время общих встреч Трамп сидит, скрестив руки на груди, а остальные политики сгрудились вокруг него, словно атакуют. На переговорах тет-а-тет, напряженная поза, взгляд мимо собеседника. Семерка еще формально не превратилась в шестерку, но на деле единомышленников тут было шестеро. А американский президент сам по себе, отдельно. И то, что под аккомпанемент протестов участники саммита хоть как-то смогли договориться, и заключительный документ подписан, это уже достижение. Потому что, как неофициально признались нам дипломаты, до последнего времени прорабатывался вариант, что канадский саммит вообще закончится одним только заявлением Трюдо, премьер-министра страны-хозяйки, а общее мнение в принципе не сформулируют. Но оно все-таки есть. Шесть без одного, в частности, договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры против России. И еще раз, теперь уже публично, отвергли предложение Трампа вернуть Москву в состав «семерки». Большая «восьмерка» превратилась в «семерку» из-за незаконной аннексии России и Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Москва должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует. Все просто. Мы были «восьмеркой» до начала 2014 года. И было общее решение вернуться к формату «семерки». Не видеть больше за общим столом Россию. Потому что она вторглась в Украину и были заключены минские соглашения, которые должны соблюдаться. Президент Макроны будет хозяином следующего саммита G7 в августе 2019-го в городке Бьяриц. И покидая Квебек, сильные мира сего ломают голову, в каком составе они соберутся во Франции. Кто будет на их семейной фотографии? И сколько их там будет? Шесть или все-таки семеро? Ведь как бы ни подчеркивали европейцы свою самостоятельность, обойтись без Вашингтона они все равно не могут. Без штатов общие договоренности не всегда и сработают. А значит, весь этот год им придется искать общий язык с Дональдом Трампом, который, похоже, свой знаменитый предвыборный лозунг об Америке, которая на первом месте, решил реализовать даже в отношениях с ближайшими союзниками. Из Квебека Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.